Уважаемые коллеги, вот это название доклада, и я хотел сегодня процитировать Михаила Ивановича Давыдова, нашего главного онколога Российской Федерации, о том, что эффективное оказание медицинской помощи в онкологии невозможно без использования высокотехнологичных методов. С этим трудно не согласиться. И вот 21 мая в Москве состоялась презентация Атласа современной онкологии. И как раз Брейс с авторами говорили о том, что основной причиной заболеваемости и смертности во всех регионах мира, безусловно, это злокачественное образование. Ближайшее он отметил десятилетие. Однако я с ним не соглашусь, уже сегодня основной причиной смерти являются злокачественные опухоли. И это, так сказать, уже неоспоримый факт. Причем злокачественные опухоли головы и шеи не являются исключением. И вот эта локализация дает примерно 40% смертности уже на первом году после постановки диагноза. А каковы причины, вы, наверное, знаете, не хуже нас. И вот почему 40% больных погибает в первый год? Да потому что они диагностируются на 3-4 стадии опухолевого процесса. Причем это порядка 60-70% от общего числа зарегистрированных больных. И вот не является исключением данные по Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу. Если вот это прямая данная Российской Федерации, 28,8% больных регистрируется с первыми стадиями, то все то, что выше, это, так сказать, показатели, которые свидетельствуют о неблагополучии. И вот для того, чтобы успешно лечить больных со злокачественными образованиями, предложена мультимодальная терапия. Но вы знаете, что на определенном этапе развития клинической онкологии только хирургический метод был доминирующим в лечении опухоли головы и шеи. По прошествии определенного периода времени присоединяется лучевая терапия. В прошлом столетии химиотерапия. Мы являемся свидетелями включения, активного включения, причем сейчас таргетной терапии при некоторых локализациях злокачественных на образовании. Ну, например, вандотонив сегодня звучит в лечении рака щитовидной железы. Применение робитукса тоже свидетельствует о том, что дает положительный эффект в лечении злокачественных на образовании. И мы, наверное, сейчас стоим на пороге применения генной терапии у больных с злокачественными образованием вообще и опухоли головы и шеи в частности. И вот я хотел процитировать Сергея Олеговича Подвязникова о том, что только 20% больных на сегодняшний день злокачественными образованиями опухолями головы и шеи получают в комбинированном лечении химиотерапию. Это, наверное, недостаточно. И только комплексное комбинированное лечение может привести к удовлетворительным, по крайней мере, результатам лечения больных опухолями головы и шеи. Какой эффект дает химиотерапия в сочетании с лучевой терапией, но об этом, наверное, нет необходимости в этой просвещенной аудитории говорить. И вот сегодня при планировании комбинированного лечения злокачественного образования большое значение имеет индивидуальный прогноз течения заболеваний. И только в зависимости от того, будет ли реагировать злокачественная опухоль на лучевую терапию или на химиотерапию, в зависимости от этого надо строить план лечения больных. И вот сегодня, определяя прогнозирование клинического течения плоскоклеточного рака, возможно это делать на основании клинико-морфологических факторов, иммунологических, молекулярно-биологических и молекулярно-генетических показателей. И они в совокупности могут дать прогноз течения опухолевого процесса. И вот пути повышения эффективности химио-лучевой терапии. И вы знаете, коллеги, о том, что одной из причин низкой эффективности лучевой терапии и химиотерапии, это отсутствие критериев, учитывающих индивидуальную чувствительность опухолей. Поэтому должна быть персонализированная лучевая и химио-лучевая терапия и разделение больных на группы по способности реагировать, то есть отвечать на проводимое химио-лучевое лечение. И вот этот алгоритм обследования включен в практику нашего института. Вот персонализированный выбор должен быть. Если низкая экспрессия Берсея-1 и Ерсея-1 и РРМ-1 и ТИМС, то тогда назначают карбоплотин, цисплотин и гемцитабин. При высокой экспрессии РРМ-1 и ТИМС назначают фторурацил или капицитабин. Вот при средней экспрессии ТУП-3 назначают винарельбин. В высокой экспрессии ТОП-1 это назначение Ирина Тикана. То есть вот таким образом надо планировать лечение больных, так сказать, злокачественными опухолями головы и шеи. И вот существуют в литературе такие данные, что уровень катапсина Д, это и фактор роста эндотелия, интерлейкина-8, играет огромную роль в прогрессии заболевания и поражении региональных лимфатических узлов при раке полости рта. А высокая экспрессия рецептора ЭДЖФР связана с плохим прогнозом общей выживаемости больных. То есть, имея такие данные, можно строить прогноз течения опухолевого процесса и алгоритм лечебных мероприятий. И вот смотрите, высокая экспрессия КОКС-2, определяемая иммуногистохимическим методом, это связано с резистентностью опухоли к лучевой терапии. Поэтому стремиться проводить лучевую терапию даже в половинной дозе, а тем более в радикальной, при таких вариантах не следует. И вот в нашем институте была проведена работа совместно с сотрудниками лаборатории биохимии опухоли, когда мы определяли содержание матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов, и выстроили вот такую математическую модель, когда определяем возможность развития региональных метастазов и отвечаемость на проводимую лучевую терапию. Вот по этой схеме мы разработали лечение рака гортани, гортаноглотки. Это вот как раз докторская диссертация нашей сотрудницы, Светланы Юрьевны Чижевской, которая присутствует в этом зале. Первая группа больных, которым проводилось два курса неодъевантной химиотерапии с интервалом 3-4 недели. В последующем лучевая терапия в режиме мультифракционирования по 1,3 ГРЭЯ два раза в день с интервалом 4. И вот полная регрессия отмечена у 33 больных из 96. Частичная регрессия у 63. И вот этой группе больных проводили оперативное вмешательство по завершению предоперационного курса химиолучевого лечения. А первой группе, которая хорошо отвечала на проводимое химиолучевое лечение, консервативный вариант лечения продолжался по радикальной программе. Стандартное лечение, которое было контрольной группой для первой, по стандартной методике, дало полную регрессию только у 7 больных. Но вы сами прекрасно понимаете, что здесь в сравнительном плане преимущество этого метода лечения значительно выше. И вот непосредственная эффективность основной группы и контрольной группы. Общая эффективность, то есть полных и частичных регрессий, составила порядка 81%. Тогда, когда общая эффективность в контрольной группе составила всего лишь 30 с небольшим процентов. Но для того, чтобы оценивать эффективность консервативного метода лечения, надо обязательно контролировать ход течения, ход реализации химиолучевого лечения. И вот наши коллеги отделения лучевой диагностики, радионуглидной диагностики провели такую работу. Совмещенное изображение СКТ и однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии. Здесь показано это до лечения, это после двух курсов неодевантной химиотерапии. И после завершения четко регистрируется динамика опухолевого процесса на всех этапах лечения. Это уже после завершения. Здесь можно сравнить, какова же ценность этого спиральной компьютерной томографии. Здесь только однофотонно-эмиссионной томографии. И сочетание этих методов. Чувствительность была равна 96%, специфичность практически 94%. То есть более объективная констатация факта на этапах лечения. Но безусловно ни одна химия лучевая терапия не обходится без каких-либо осложнений. Но они вот здесь представлены на этом слайде. И самое главное, что не было в послеоперационном периоде увеличения частоты осложнений, каких-либо снижения репаративных процессов. И вот таблица, которая свидетельствует о том, что процент выживаемости в исследуемой группе и в контрольной группе имеет существенное различие. А это безрецидивная выживаемость. Тоже показатели разнятся существенно и статистически значимо. Вот по мнению профессора Джатина Ша, при первой и второй стадии показано применение одного метода лечения. И этот, так сказать, подход является более предпочтительным. Естественно, при третьей и четвертой стадии необходимо комбинированное или комплексное лечение. Здесь мы тоже на первом этапе больным проводили, основная масса больных была с третьей стадии. Химия лучевое лечение, дистанционная гамма терапия и два курса химиотерапии по клитоселам и карбоплотинам. При регрессии более 50% химия лучевое лечение продолжалось по радикальной программе. При регрессии менее 50% хирургическое лечение. И вот в Ташкенте Игорь Владимирович спросил меня, а какая же адевантная химиотерапия проводилась после хирургического лечения? И я как тот дедушка, которого правнук спросил, дед, а как, когда ты ложишься спать, ты бороду под одеяло или над одеялом держишь? Дед мучился до утра и не дожил буквально, так сказать, нескольких часов до своего столетия. И я на этот вопрос, Игорь Владимирович, хочу вам ответить. Адевантная химиотерапия проводилась по этой же схеме после хирургического лечения. И количество регионарных метастазов, рецидивов было значимо меньше. И вот фотографии, которые демонстрируют наших пациентов. Больной с раком языка до лечения и после проведения предоперационного курса химиотерапии и лучевой терапии. Здесь эффект свыше 50%. Консервативное лечение этому больному было продолжено по радикальной программе. Рак ротоглотки. То же самое. Отмечается значимый эффект. Лечение продолжено до достижения 60 грей. Результаты лечения я тоже самое. Безусловно, и характер осложнений, и лучевые реакции присутствуют у всех больных, которым проводится по данной схеме. Но самое главное, что полная регрессия у этих больных наблюдается в 36% случаев. А в 56% частичной регрессии и общая эффективность полной и частичной регрессии составила 92%. И вот то же самое. Результаты трехлетней выживаемости после комбинированного лечения орофарингеального рака 65 и 47, я думаю, статистически значимы. Вы знаете, достаточно широко в нашем институте применяется нейтронная терапия в комбинированном лечении. И на примере больных раком околоушной слюной железы мы хотели продемонстрировать несколько примеров. Вот больному выполняется органосохранное лечение с сохранением ствола и ветвей лицевого нерва. Обратите внимание, коллеги, это миограмма здорового больного, вернее здорового, не больного, а здорового лица, здорового человека. Это после того, как мы выполняем резекцию ствола, а это после органосохранного оперативного вмешательства, когда мы препарируем ветви лицевого нерва. Вот этот больной, которому выполнено подобное оперативное вмешательство, естественно, легкий дефицит неврологический есть, но это все поправимо. И вот как раз при этом методе лечения с последующей нейтронной терапией результаты были практически 55% общей пятилетней выживаемости, а безрецидивной выживаемости составила 34%. Помимо нейтронной терапии у нас в институте активно разрабатывается методика интероперационной лучевой терапии. И я вам должен сказать, что вот представлены те локализации, 1400 пациентов были проведены, им было проведено комбинированное лечение с использованием интероперационной лучевой терапии. Вот так выглядит малогабаритный бетатрон, коллиматоры. Дело в том, что существуют зоны высокого риска развития рецидива. И вот как раз на эту зону высокого риска надо проводить во время оперативного вмешательства облучение. И вот как раз область облучения не дает в последующем возникновение повторного роста опухолевого процесса. Вот так демонстрируется эта этапа оперативного вмешательства. Подбирается коллиматор и облучается зона ложа этой опухоли. И вот я хотел продемонстрировать схемы, алгоритм лечения пациентов комбинированным методом лечения с использованием интероперационной лучевой терапии. После удаления опухоли проводится интероперационная лучевая терапия дозе 10-13 грей. В последующем реконструктивный этап и общая доза облучения составляет порядка 65-75 грей совместно с предоперационным этапом. А это больные, которые не подвергались интероперационной лучевой терапии. И суммарно доза здесь несколько меньше. Но эти результаты свидетельствуют о том, что проводимая интероперационная лучевая терапия не дает каких-либо осложнений, реакций и ухудшения заживления в послеоперационном периоде. И вот здесь 5-летняя безрецидивная выживаемость у больных, которым проводится интероперационная лучевая терапия, составляет порядка 66%, а стандартный метод лечения дает излечение у 42% больных. Дело в том, что на сегодняшнем этапе развития клиники опухоли головы и шеи, в лечении опухоли головы и шеи, невозможно обойтись без реконструктивного этапа оперативного вмешательства. Я эти слайды, безусловно, показывал раньше, но тем не менее хочу повторить о том, что малоберцовая кость используется вместе с предлегающим кожным отделом наиболее часто, примерно в 80% случаев. Несколько реже гребень повздошной кости и наиболее редко ребро. Сложности есть в добывании донорской ткани, но они, так сказать, носят такой, я бы сказал, опыт и практическое значение хирурга имеет огромное значение. И вот смотрите, после того, как мы удаляем, резицируем нижнюю челюсть, возникает огромный дефект. Этот дефект надо восполнить. Его как раз и восполняется аутотрансплантантом из малоберцовой кости. Фиксируется титановыми пластинами и таким образом восполняется не только функция, но и косметически высокий результат. Вот так выглядят контуры. Обратите внимание, коллеги, полностью сохранены контуры, несмотря на то, что была резекция нижней челюсти, тело нижней челюсти в размере примерно 10-12 сантиметров. А это 20-летняя девушка, у которой страдала остогенной саркомой. Мы выполнили ей оперативное вмешательство, 8-сантиметровый дефект нижней челюсти, это ее пантомограмма. Но трансплантант был взят с повздошной кости. Дело в том, что косметически нарушать нижнюю конечность этой пациентки мы сочли нецелесообразным. А вот так выглядит она после оперативного вмешательства. Я думаю, результат, как говорится, и на лицо, и на лице, да. В заключение, уважаемые коллеги, я хотел сказать, что в значительной степени решить проблемы выяснения индивидуальной чувствительности опухоли на проводимое лучевое и химиолучевое лечение, и эти результаты могут повлиять на выбор стратегии лечения этих больных. И причем реконструктивные операции улучшают функциональные результаты и качество самой главной жизни наших пациентов, и способствуют полноценной социальной реабилитации этой группы больных. И причем онкологические результаты после выполнения реконструктивно-пластических операций не уступают, а порой превосходят результаты стандартных оперативных вмешательств. Дело в том, что многие коллеги во избежание обширных дефектов, косметических изъянов, и для того, чтобы каким-то образом сохранить прилегающие мягкие ткани, идут по пути более такого щадящего лечения. Но это, безусловно, сказывается последующим на результатах онкологических. Безусловно, это допускать нельзя. Поэтому определение прогноза течения опухолевого процесса и новые современные высокие технологии позволяют добиться высоких онкологических результатов. Спасибо за внимание.